Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. Опасно? Есть ли угроза радиационного заражения в Барнауле? Кушать подано? Насколько и почему увеличится плата в детских садах краевой столицы? Крупная авария? Кто виноват? И сколько? Жители десятков домов Барнаула будут оставаться без воды. Итак, более 9 тысяч жителей Барнаула, а это именно 52 многоквартирных дома, остались сегодня без горячей воды. Причина – повреждение магистральной тепловой сети диаметром 700 мм. Об этом нашему телеканалу рассказали в пресс-службе алтайского филиала СГК. О выходе кипятка на проезжую часть в районе пересечения улиц Строителей и Диповской сообщили горожане. Вот как это выглядело. И как нам пояснили в СГК, повреждение теплосети произошло в 10 утра. А чуть позже здесь приступили к откачке воды из тепловой камеры, чтобы ремонтная бригада смогла обнаружить место повреждения. Сколько на этом потребуется времени, пока сказать сложно. Но еще раз подчеркнем, что в пресс-службе добавили, что точные сроки окончания ремонтных работ назвать не берутся. И скорее всего до вечера воды в 52 домах не будет. В СГК также добавили, что этот участок теплосети в графике ремонта в этом году не значился. Но часть трубопровода теперь предстоит заменить. Священнослужители разных конфессий просят власти закончить археологические раскопки на улице Ползунова в Барнауле. Пастор Александр Франц рассказал нам, что сегодняшний день для исследователей последний. Дальше за работу возьмутся коммунальщики. Любые происшествия могут повредить пробы с останками двухвековой давности. Ну а по большому счету, уверен представитель церкви, после проведения работ участок быстро закатают в асфальт. Напомню, год назад на улице Ползунова коммунальщики раскопали человеческие останки. Тогда на участок зашли археологи. Этим летом работа продолжилась, но в августе на улице вновь появились коммунальщики. Хотя, по словам Александра Франца, нетронутыми остаются два небольших участка. Первый буквально в двух метрах от колодца, несколько захоронений простых жителей. А через дорогу, ближе к бюсту Ползунова, могут сохраниться основы деревянной церкви, которую построили в 1748 году, часовни, могила самого Ползунова и склеп Андреаса Беаре, первого начальника колыва на воскресенских заводах. Учитывая, что склеп, по всей видимости, расположение склепа выпадает не на траншею, где раньше велись работы, а выпадает все-таки на ту часть, которая располагается уже в самом сквере под тротуаром, да, там действительно может остаться неповрежденный склеп. По мнению пастора, как только коммунальщики закончат свою работу, участок тут же закатают в асфальт. Между тем, начальник археологической группы на Ползунова Владимир Семибратов не на камеру, а проверк информацию, что исследователи покидают участок. Ну а вот свалка строительного мусора образовалась на берегу Оби в поселке Восточный. Фотографии совсем неживописного берега разошлись по соцсетям и вызвали массу негодований у барнаульцев. Как утверждают жители микрорайона, отходы привозят туда практически каждый день, якобы для того, чтобы сделать насыпь. Так ли это? И кто отвечает за горы мусора, узнавал моя коллега Полина Жданова. Кирпичи, пустые бутылки и шприцы. Вот такой набор мусора украшает пейзаж берега Оби в микрорайоне Восточный. Вишенкой на торте стали завалы строительные глины. Когда наша съемочная группа приехала выяснить, откуда взялась эта свалка, оказалось, что это место – частная собственность. Но у владельца нет денег огородить территорию, а свозят мусор сами жители, когда хозяин не видят. Это фигня все это. Это временная глина, она уйдет на стройку снова, уедет отсюда. Нет, а вон там бутылки, там какая-то грязь. Так они поросята, вот возят сюда все сами же, вот жители, это все вранье. Это мое частное, моя территория. Вот так отгоражу и ничего не будет. Но местные даже не знают о том, что эта территория кому-то принадлежит. При этом, говорят барнаульцы, они сами уже давно не сбрасывают туда мусор. Раньше там вообще была очень, вообще большая, огромная свалка. То есть вообще все возили туда. Потом эту территорию убрали, все это, все вылезли, все, этот мусор, все, как бы убрали, все. А сейчас даже не знаю, не видела ни разу, чтобы там кто-то выбрасывал. Мы попытались узнать, кто контролирует стихийные свалки и какое наказание ждет организаторов этих мусорок. К нас направили в Росприроднадзор, а там ответили, что нужно писать официальную жалобу. Вы напишите обращение на имя нашего руководителя. В течение 30 дней будет рассмотрено, а вам будет ответ дан. Мы оставили заявку на сайте ведомства с просьбой разобраться в ситуации. Примерно через месяц ждем результат. Тогда же и узнаем, действительно ли территория принадлежит частному предприятию, или же она ничья. Но пока так называемый хозяин берега облагораживает его своими силами. Официальный владелец этой территории утверждает, что на данный момент у него нет денег, чтобы вывезти весь строительный мусор, который, по его словам, привезли сюда сами жители микрорайона Восточный. Однако он пообещал нам, что в ближайшее время сделает здесь насыпь и прикроет эту свалку, а также поставит заграждение от зачинщиков беспорядка. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. А жители всего края напуганы всплеском радиации, который мог распространиться по всей территории страны после трагедии в Архангельской области. Напомню, в начале августа на военном полигоне в Неноксе во время испытаний баллистических ракет произошел мощный взрыв. Погибло 5 человек. Росгидромет подтвердил, что в день взрыва в Архангельской области радиационный фон был превышен в 16 раз. Сейчас, по словам губернатора области, ситуация стабилизировалась. Но из-за многочисленных публикаций в СМИ некоторые люди и вообще начали называть взрыв в Неноксе вторым Чернобылем. Ну, снесло судак к нам. И Урал не помог. Не помог Урал в Уральские горы. Ну, а вы вот как ощутили какое-то недомогание? Может быть, что-то выпадать стало там? Ну, как-то по себе. Я всегда на бодрячке так-то не чувствую никогда. Наша съемочная группа отправилась на улицы города с дозиметром, который измеряет уровень радиационного фона. Превышен ли он на самом деле? Попробуем разобраться в вечернем выпуске. Ну, а пока к другим темам. Администратор скандально известного Варнаульского фонда помощи наркоманам и престарелым успех обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что Лариса Ягофарова отбирала жилье у пенсионеров взамен на непригодные условия в приюте. Напомним, об организации «Успех» общественность узнала из поста в соцсетях в мае этого года. В интернет выложили снимки, на которых видны ужасные условия, где содержатся пенсионеры. Пожилые люди жили в полной антисанитарии, грязи, спали без матрасов, им не оказывали медицинскую помощь. Постоянного адреса у приюта не было, родные трудом находили своих близких. И, по мнению следствия, Лариса Ягофарова – мошенник. Она написала явку с повинной и теперь находится в СИЗО, ожидая суда. Совсем скоро 1 сентября, и за детский сад барнаульцам придется теперь платить больше, а именно 2000 рублей в месяц. До этого сумма составляла 1650. Повышение объяснили необходимостью закупки качественных продуктов для питания детей. Ну, якобы на данный момент детские сады не всегда приобретают то, что хочется. По словам специалистов Городского комитета по образованию, фактическая стоимость пребывания ребенка в детском саду сейчас составляет чуть более 8000 рублей в месяц. И даже 2000, которые теперь придется платить родителям, это лишь четверть от общих затрат. Напомним, последний раз плату в барнаульских садиках поднимали в 2015 году и всего на 150 рублей. Ну, а дальше немного полезной информации. Центральный банк снизил ключевую ставку. В результате во всех банках страны ставки по ипотечным кредитам тоже пошли вниз. К примеру, Сбербанк опустил ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на 1% годовых. Выгодно ли это, узнавала наша съемочная группа в рамках брифинга. Уже сегодня семьи, которые воспитывают двух и более детей, могут взять квартиру в ипотеку по программе господдержки. Такая субсидия действует на весь срок жизни кредита, а не на короткий период, как это было раньше. Учитывая, что ипотечный кредит предусматривается на срок до 30 лет, конечно, 1% годовых – это существенная величина в расходах на обслуживание данного кредита. Благодаря такой низкой ставке ежемесячный платеж по ипотеке у семей с детьми уменьшается почти в два раза. Сколько составляет выгода, специалисты просчитали. Первый вариант. У нас молодая семья имеет одного пока еще малыша и кредитуется программе «Молодая семья». Вторая наша молодая семья попадает под программу субсидирования с господдержкой. Давайте определим, на сколько лет. На 15 лет. Давайте попробуем. Попробовали и посмотрели. В первом случае ежемесячный платеж составит больше 19 тысяч рублей, во втором – 11 тысяч. Кстати, программа ипотеки с господдержкой действует при покупке жилья как на первичном рынке на стадии строительства, так и в уже построенных домах. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.